В погоне за здоровьем успешные жители Екатеринбурга перебрались за 100 километров от уральской столицы. Шумный город и карьеру они решили променять на огород и внутреннюю гармонию. На месте умирающей деревни они создали эко-поселение Святоруссия. В гостях у людей, которые знают цену времени, побывала Дарья Степанова. Словно в городе хоббитов из «Властелина колец», этот домик спрятался в горе. Такая техника строительства называется «Лисья нора». Стены из мешков с грунтом, никаких кирпичей, бетона, только экологически чистые материалы. Грунт вынимается, который вот здесь вот был, и трамбуется между мешками, там проволока. Конструкцию удешевляет, они как несущие стены, так же идут, они твердые. Ну и тепло, то, что он обволован с трех сторон, получается, как бы меньше 10 градусов не бывает, даже зимой. Дом в горе построили два года назад. Бюджет полмиллиона рублей. Причем здание зарегистрировано в госреестре, а значит, есть в норе прописка, свет и интернет. И даже дороги чистят, поскольку эко-поселение территориально относится к деревне Борисова. Этот необычный поселок появился на месте вымирающей деревни 10 лет назад. Переселенцы отказались от постоянной работы, их дети не ходят каждый день в школу, числятся на домашнем обучении. И стараются они жить натуральным хозяйством, чтобы сохранить природу и свое здоровье. Свежие овощи с огорода, своя басека и даже бытовую химию заменяют горчицей. Горчица, она такой мощный абсорбент, что удивительно, и все отмывает. У нас девчонки и голову сейчас моют горчице и ржаной мукой. Вот там жжет, а руки нет. Бывший участковый Салават и его жена, в прошлом учитель музыки Светлана, переехали в Свято-Руссию из Екатеринбурга 9 лет назад. С прежней работы ушли, но деньги зарабатывать надо, ведь как минимум налоги и счета за электричество необходимо оплачивать. Теперь глава семьи бьет баклуши, делает ложки и продает их на ярмарке. Каждая ложка индивидуальная получилась, творчество, чтобы какое-то было. В экопоселении Свято-Руссии проживает более 20 семей. Многие отказались от классической медицины, и детей рожают прямо дома. Очень много видео посмотрели, книг перечитали, поняли, что все возможно самим, и это будет даже лучше, спокойнее самой рожать и знать, что я за это в ответственности. Здесь уже появилось на свет 10 человек. Всем, как и положено, выдано свидетельство о рождении. Сейчас жители Свято-Руссии строят свой детский сад и в планах своя школа. Деньги зарабатывают в основном народным промыслом. Пекут хлеб, имбирные пряники, выращивают иван-чай. Для себя и на продажу. Ася Партина в Свято-Руссии приехала 4 года назад. Здесь занимается уральской росписью. Называется «Маховое письмо». То есть вот берется два цвета и сразу выписывается. Расписные ложки, свистульки и заколки. Все это хорошо продается на ярмарках. Чтобы приехать и остаться жить в Свято-Руссии, нужно разрешение всех жителей. Отношения здесь не соседские, а скорее родственные. На двери замки не вешают, а вместо заборов высаживают деревья. Девятиклассник Дмитрий играет на гитаре в местном коллективе «Вещи лес». В школу он не ходит, учится дома. О жизни рассуждает с детской философией. Своё будущее чётко не представляет, но покидать родное поселение не горит желанием. Здесь как-то более экологично, что ли. Здесь никто не пьёт, не курит. Я тоже в этом потоке нахожусь. Высшее образование и точные науки в жизни не пригодятся, уверен юноша. Гораздо важнее уметь возделывать землю и построить дом. После школы обязательно займётся выращиванием льна и хлопка. Проблемы пока возникают только с невестами. Провестниц в поселении, к сожалению, нет. Дарья Степанова, Сергей Чайков, События ОТВ.